Всем привет! Кто из нас не мечтал оказаться в открытом космосе, увидеть собственными глазами пролетающие рядом метеориты и астероиды? И, конечно же, узнать, что произойдет с человеком внутри черной дыры? Но, по сути, все наши представления Вселенной сложены по обрывкам голливудских фильмов и фантастических книжек, которые зачастую далеки от реальности. Мы постараемся развеять для вас некоторые заблуждения. Итак, пять самых распространенных мифов о космосе. Поехали! Миф пятый. Меркурий – самая близкая к Солнцу планета, а значит и самая горячая во всей Солнечной системе. Конечно, заблуждение. Удаленность планеты от Солнца не влияет на ее среднюю температуру. Да, Меркурий – это самая маленькая и наиболее близкая к Солнцу планета, однако это еще не значит, что она самая горячая. В течение дня температура на поверхности Меркурия может достигать 427 градусов по Цельсию. Однако из-за особенностей вращения ночь на Меркурии длится, внимание, около 58 земных дней. Так как атмосфера сильно разряжена, удержать тепло ей довольно трудно, и температура неосвещенной стороны планеты стремительно падает до 173 градусов ниже нуля. У нас, например, на Северном полюсе намного теплее. Самой же горячей планетой нашей Солнечной системы является Венера, потому что ее плотная атмосфера, состоящая из углекислого газа и азота, удерживает тепло в целости и сохранности, поэтому и средняя температура Венеры не опускается ниже 462 градусов по Цельсию. Миф четвертый. У Луны есть темная сторона. Всем джедаям, перешедшим на темную сторону, посвящается… Продолжаем. Рассуждая о темной стороне Луны, мы подразумеваем сторону неосвещенную, хотя куда более правильным было бы говорить о неизвестности этой стороны. Луна и Земля двигаются одновременно. Это означает, что с поверхности планеты мы можем видеть только одну сторону спутника. Обратную же его сторону, называемую темной, нельзя увидеть, не покидая земную орбиту. Однако Луна, как и Земля, вращается вокруг своей оси, и солнечный свет попадает на все ее участки. Так что никакой темной стороны на самом-то деле не существует. Миф третий. Земля круглая. Казалось бы, неоспоримый факт. Все мы знаем из курса школьной программы, что Земля не квадратная. Это еще Христофор Колумб сказал. Да, но такая ли она уж и круглая на самом деле? Когда мы говорим о форме Земли, мы чаще всего используем словосочетание «земной шар». Хотя куда более точным является не очень распространенное слово «геоид», то есть «нечто подобное Земле». Все потому, что наша планета слегка расширена в области экватора и сплюснута у полюсов. К тому же ее поверхность постоянно изменяется из-за непрерывного движения тектонических плит и эрозий. В общем, вынуждены вас огорчить. Форма Земли имеет мало чего общего с футбольным мячом или бильярдным шаром, как вы ее себе представляли. Это скорее некое подобие картофелины или же неправильной груши. Здесь все зависит от богатой фантазии и воображения. Миф второй. Человек, находясь в открытом космосе без скафандра, взорвется. По множеству голливудских фильмов мы знаем, что если снять защитный шлем в космосе, голова сразу же набухнет и взорвется. Ну, конечно, находиться в космосе без скафандра довольно-таки неразумно, потому как смертельно. Но смерть не наступает мгновенно и в такой жестокой форме, как нам показывают. На самом деле полминуты в открытом космосе не сделает из здорового человека коллегу. Однако низкое давление чрезвычайно опасно для легких, сердца и мозга человека. Расширение капилляров вызовет многочисленные разрывы тканей и внутреннее кровотечение. Хотя, несмотря на это, кости, кожа и внутренние органы останутся на месте. В целом, смерть в открытом космосе ощущение не из приятных, уж поверьте. Человек будет испытывать страшную боль, пока не потеряет сознание из-за нехватки кислорода и не умрет от удушья. Миф первый. Солнце желтого цвета. Несмотря на то, что мы с вами видим солнце желтым, оранжевым или красноватым, в зависимости от его положения на небосклоне, на самом деле солнце белое. Цвет любой звезды зависит от температуры. Так, звезды с температурой поверхности 5,5 тысяч градусов по Цельсию, как наше светило, излучают белый свет. Почему же тогда каждый ребенок, рисуя солнце, уверенно берет в руки желтый карандаш, а не белый? Все дело в том, что атмосфера Земли гораздо лучше пропускает более длинные волны из желто-красной части спектра, а более короткие из зелено-фиолетового сегмента рассеивают. Если вам когда-нибудь удастся побывать в открытом космосе и взглянуть на солнце своими глазами, вы убедитесь, что оно белое, и тогда вопрос, почему днем небо голубое, а ночью черное, в принципе, отпадет сам собой. А на этом сегодня все, и не забудьте подписаться. Моя мастерская, твое настроение.